Можно ли быть любителем своего языка? Мы, конечно, имели в виду любителей изучения русского языка. Ведь иногда в речи мы опускаем некоторые, само собой, разумеющиеся слова. Но как можно любить или не любить тот язык, на котором всю жизнь думаешь и говоришь, на котором в детстве слушали сказки и на котором с мамой учили стихи и пели песенки, можно только быть любителем какого-то другого языка. Французского, например, или итальянского, испанского. Все по-своему красивые языки. Можно, конечно, любить и английский язык. Но после всех самых грустных событий в нашей стране многие люди, хотят они этого или не хотят, но считают, что Россия безнадёжно проиграла войну англичанам. Безнадёжно. И, следовательно, нужно сдаться на милость победителя. К тому же английский язык, кроме того, что он просто красивый язык, сейчас признаётся языком международного общения. Так получилось. И в России это признаётся. Но в наших больших городах это признаётся с особенным рвением, со страстью, с подобострастием, с падением ниц, с целованием. Для языка международного общения, ну, казалось бы, хватит и каля-маля. Может быть, понадобится и более серьёзное его знание. Но нет. Павшие духом хотят, чтобы их дети знали английский язык как родной, даже чтобы они его знали лучше родного. А есть люди, которые вообще не хотят, чтобы их дети знали родной язык. И они хотят, чтобы их дети также стыдились того, что они русские, как стыдятся этого они сами. А некоторые в спокойствии, они без всяких поражений, без всяких унижений, просто всегда думали и сейчас думают, что там у них на Западе всё и всегда лучше, чем у нас. И язык, в том числе. Они просто считают, что английский язык нужно знать очень хорошо, для того, чтобы хорошо жить. А своего родного русского хватит и бытового. С этим они своих детей и растят, воспитывают. Кто или что нас спасёт от английского языка, пока таких явных сил не видно. Но мы работаем. И мы надеемся на то, что такие силы у нас появятся. Субтитры создавал DimaTorzok